всем привет с вами шушаник продолжаю политическую тему не могу не сказать об этом потому что сумасшествие продолжается в калифорнии сегодня я узнала что у нас в нашем ну типа парламенте на калифорнийском приняли два билла который скорее всего наш губернатор подпишет один билл аренд контроля полностью рент контроль по всей калифорнии то есть это означает что арендаторы да не могут поднимать цену рента больше чем на по моему если не ошибаюсь пять процентов в год а может или три процента в год в общем какая-то такая маленькая цифра и не имеют права выселять неплательщиков а если разрываешь контракт раньше времени то платить им за переезд в общем какие-то такие драконовские законы ну социализм как бы в полной мере к чему это приведет скорее всего я думаю что это приведет к тому что многие просто перестанут сдавать свои дома и либо их продадут либо они будут просто стоять сократиться резко количество квартир которые можно снять или домов и из-за этого очень сильно вырастут цены и так они огромные и вырастут еще выше те кто будут сдавать они будут перестраховываться и ставить цену еще выше чтобы если вдруг там человек перестанет платить он будет год его выселять чтобы как бы покрыть эти расходы потому что когда говорят про rent control то ничего не говорится о том что растет property tax которые хозяева платят что мэнтенанс дорогой что если там что-то перегорит вызывать электрика это же все делает ниже не житель квартиры да это делает хозяин электрика или водопроводчика или кого-то это огромные деньги в калифорнии что после того как человек уезжает из квартиры если у него раздолбал это все надо чинить за огромные деньги в калифорнии никто об этом не говорит никто об этом не думает думают только о том чтобы якобы там не поднимали сильно цены на на рент что скорее всего просто приведет к тому что либо люди не будут сдавать либо они просто не будут нормально заботиться об этих домах то есть это все будет превращаться в какой-то гетто потому что почему я должна там что-то чинить и делать нормальным если и так они там живут и а поднимать цену я все равно не могу еле-еле я там более или менее выхожу в ноль да грубо говоря не теряю деньги потому что плачу огромный налог на недвижимость и ну так вот и будет поэтому кто планировал инвестировать в калифорнию не делайте этого и вообще не инвестируйте никогда в синие штаты потому что это чревато если бы у меня был было недвижимость на сдачу в калифорнии сейчас вот узнав об этом законе я бы сейчас же побежала ее продавать пока все не опомнились не начали это делать продавать все и не снизились сильно цены на недвижимость я думаю что это тоже произойдет в конечном итоге поэтому так такой совет и такой у нас бил а теперь про второй бил который тоже приняли социалистической калифорнии второй бил о том он направлен как бы против убер лифт дор дэш и подобных компаний которые как бы гиг экономиста которые в которой нанимают обычных людей как контракторов которые там в случае убера и лифта типа как на такси работают да случае дор дэш развозят еду людям значит калифорния требует от от компании вот которые так предоставляют такие услуги делать запрещает ему чтобы этот эти работники были контракторами то есть сейчас они контракторы и они получают в конце года форму тэн на эти на 1099 и по этой форме они платят налоги а калифорния требует чтобы их сделали работниками компании на w2 далее все бенефиты как работникам компании и чтобы они работали как employees что произойдет есть несколько вариантов вариант номер один это эти все компании скажут идите нафиг мы вообще уезжаем из калифорнии закрываем здесь все и мы здесь работать не будем в этом случае либо они таки уедут и куча людей потеряет работу я не говорю про водителей убера даже а людей которые работают в этих компаниях сейчас как employees естественно они не будут всех перевозить на свой новый локейшн они перевезут там нужных людей до охранник уборщица там работник кафетерия и девочка на ресепшене будут просто уволены останутся без работы либо как второй вариант после того как они это объявят прибегут эти все губернаторы и работники штата и начнут их умолять этого не делать и предлагать а давайте мы вам так сделано давайте мы вам сяк сделано в конечном итоге они просто им дадут какие-то такс-катс какие-то плюшки налоговые или кэшем или я не знаю чем которые мы налогоплательщики это заплатит опять потеряем мы либо третий вариант они сильно поднимут цены на свои услуги чтобы это все компенсировать да и опять же мы будем это все платить ну как если кто-то пользуется этими сервисами да а и пойдет такой вот как снежный ком люди которые не смогут позволить себе это платить перестанут пользоваться этими сервисами то есть станет еще меньше у них заказов то есть они либо еще сильнее поднимут цены либо они начнут сокращать людей то есть это будет такой снежный ком бреда и вреда всем в этой ситуации и какой плюс отводить для водителя я честно говоря тоже не понимаю потому что кто работает обычно уберя для кого это изначально делалось и кто я не буду все но многие работники убирают это люди у которых есть другая работа какая-то или там они домохозяйки или я не знаю что и они просто подрабатывают у них есть свободные пару часов они залогинились приложение они поехали подвезли кого-то заработали копейку да или они работают на какой-то работе да там с 8 до 6 они закончили и они там еще несколько часов подрабатывают чтобы заработать дополнительно или на выходных и так далее в чем плюс таких вещей вообще в чем плюс быть контрактором они они работников в том что если ты контрактор у тебя нет конкретного расписания вот ты должен работать с 8 до 6 все вот залоги и ся и давай работой да ты работаешь когда ты хочешь захотел сейчас не захотел через час не захотел сегодня вообще не работаешь захотела проработал там я не знаю 10 часов в день а не захотел меньше и так далее ты абсолютно flexible абсолютно как бы сам по себе да в этом плюс этого всего было да теперь что будет если они заставят уберз и там и все эти остальные компании теперь это имплуиз хорошо убер скажет ты ему имплу и я тебя обязан платить минималку 15 долларов в час три копейки до 2600 долларов в месяц здесь калифорнии это вообще не деньги это на рент даже не хватит да но хорошо я тебе обязан платить минималку теперь ты будешь у меня работать восемь часов в день с 8 до 6 твой shift давай вперед и ты не имеешь права ничего мне сказать да хочу я тебе даю такой shift иди вперед работай что половина из этих людей которые сейчас работают не смогут этого сделать потому что они и так уже работают на других работах для них этот убер это просто подработка несколько часов в неделю то есть эти люди отпадают они потеряли свой дополнительный доход хорошо остались те люди которые допустим на убери работают full time и вот сейчас они стали работниками убера официальными да надо валюту что получается сейчас до этого они списывали очень много чего с налогов если ты на теннете на не если ты контрактор ты как бы бизнес да сам ты self-employed ты списываешь расход на бензин если ты работаешь на убери да ты списываешь кредит на машину если ты типа купил машину до чтобы работать ты списываешь амортизацию машины починки машины страховку на машину ты это все списываешь с налогов да по закону ты должен посчитать сколько ты тратишь на работу а сколько ты тратишь наличные там проезд да это все там отнять но кто это делает люди просто берут и списывают весь бензин или берут и списывают всю страховку да да, ну, как бы, теперь они ничего списывать не смогут, они не смогут списать кредит на машину, они не смогут списать амортизацию, они не смогут списать починки, они просто будут получать свои 15 долларов в час, 3 дня в год больничного в Калифорнии, да, обязательно, и может быть, если Uber расщедрится и даст им какой-то vacation на неделю в год, может быть, но по закону в Калифорнии vacation не обязательно давать оплачиваемую, так что может этого и не быть. И кто от этого выиграл? Раньше люди могли списать это с налогов, сейчас они не смогут это сделать и будут получать 3 копейки минималки. Плюс налоги, допустим, то есть плюс чаевые какие-то, допустим, да, ну, не так уж и много. Им должны, типа, дать бенефиты, да, вот им должен работодатель заплатить за медицинскую страховку, но какие бывают у нас медицинские страховки? У нас бывают медицинские страховки, которые, во-первых, они дорогие, да, работодатель платит часть, и работник платит часть, и работодатель ему скажет, знаешь что, я заплачу 100 долларов, а ты заплатил 400 в месяц, и работник ему ничего сказать не сможет. И вот это самый дешевый, самый ужасный план, который ничего не покрывает, и в котором 30 тысяч долларов дедактовала, и пока ты не достигнешь этого дедактовала, ты будешь платить полную сумму. Ну, вот тебе и прекрасный, в кавычках, план, который тебе предоставил работодатель, бери и пользуйся. И опять, кому от этого легче, если этот работник на Т-99 мог пойти и купить на маркетплейсе намного лучший план, с большим покрытием, в зависимости от своего дохода и так далее, гораздо дешевле. От этого выигрывает только одна institution, да, только одна вещь. Выигрывают юнионы, которые сейчас наверняка сделают, что водители Убера обязаны быть членами этих юнионов, этих профсоюзов, и должны обязательно платить им там эти взносы, и юнионы будут богатеть, там, эти деньги, часть денег переводить в демократической партии, как они это обычно делают, а все остальные потеряют. И водители потеряют, хотя их надурят и скажут, что вот, мы сделали так, что вы теперь эмплойист, вы теперь получаете бенефит, и видите, как мы о вас заботимся. Но на самом деле они потеряют по деньгам потом, в конечном итоге, потому что они заплатят налогами, большими, потому что они уже ничего не смогут списать, и налогами вообще, если потом Уберу еще штат приплатит за потери, да, если Убер будет угрожать, что они уедут, и штат решит их там как-то ублажить, и так далее. Все за это заплатят, компании не останутся в минусе, они никогда себе в ущерб ничего не сделают, и не пытайтесь даже заставить их что-то сделать себе в ущерб. Они найдут способ этого не сделать. Это все перейдет на консюмерс и на этих людей, это перейдет на нас, на тех, кто пользуется этими сервисами, на тех, кто работает на этом все. Так что вот такая у нас ситуация в Калифорнии, этот весь бред продолжается, это сумасшествие. Очень многие, кстати, ругают этого Гевина Ньюсома, нашего губернатора, и мне каждый раз хочется написать, господи, вот все его ругают, кто за него голосовал? Он набрал 60% в этом штате. Кто? Все ругают, но все пошли проголосовали. Просто какое-то сумасшествие. На этом все. Пишите, что вы думаете, знали ли вы вообще об этом и вообще, что вы думаете будет. Вообще, есть тут тенденция уже, уже есть, я разговаривала даже с юристом, который бизнесами занимается, и он мне сказал, что очень многие стартапы отсюда уезжают в Техас, просто собирают весь свой офис и переезжают, потому что уже невозможно с калифорнийскими этими всеми законами, не только налогами на доход, но они же еще labor laws, они теперь еще эти законы по труду, там, не дай бог, ты что-то не то, как-то не так сделал, уже все, тебя там будут судить. Поэтому очень многие просто этого не выдерживают и переезжают, и, наверное, уже скоро и крупные компании начнут переезжать, и тогда здесь все рухнет, если отсюда переедут крупные компании, на чем живет еще долина. Так что так, на этом все. Надеюсь, пока это все случится, нас уже здесь не будет. Пишите, что вы думаете в комментариях, ставьте лайк, если это видео понравилось. С вами была Шушаник, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok